Документами, еще раз повторяю, это сертификат английский, первый уровень обучения, это английский диплом, второй уровень обучения. А вот третий уровень уже можно на английском языке, изучая весь третий уровень, с английскими преподавателями, на английском языке вся литература, письменная работа, экзамены на английском языке. Соответственно, это вот английские документы на выходе диплома MBA. Это будет на английском языке. Я вам показывала, еще раз возвращаюсь, что из 106 человек на сегодняшний день, обучающихся и закончивших программу MBA, всего лишь двое поехали учиться в Москву. Почему Москву? Потому что мы могли бы здесь пригласить англичанина, он бы мог здесь на этой базе преподавать и проводить очные встречи. Но у нас не набираются на сегодняшний день группы с хорошим знанием языка, на котором они могут полностью изучать весь учебный материал. Так вот эти два наших студента, которые поехали, они неуспешно, по сути дела, закончили даже срочные дискурсы. Я прошла третий уровень, я его закончила на русском языке, а у меня диплом в московске. А если на английском, то только? Я в состоянии, честно. То есть, если мы хотим британский, нам нужно на английском? Да. Если вы хотите достаточно много... Английский язык вы должны будете, как говорится, спасать, какой уровень, это бизнес-язык. Есть учебные материалы на английском языке, соответственно, можно познакомиться и посмотреть, какие требования к английскому языку для того, чтобы учиться на английском языке. А где же вы думаете, английский можно? А? Английский уровень английского, каким научил вашей школе язык? Мы можем посоветовать наших партнеров, которые вам помогут в этом вопросе. Какие сомнения у вас еще остались? Что у вас не устраивает? Ну, предположим, я смотрю на первую ступень обучения, собственно говоря, ее стоимость сама по себе составляет 4 тысячи долларов, правильно? Так, если не нужен диплом не английского образца, то в случае мне что, стоимость обучения ухода бесплатных? 40% от этой достоинности? Не бесплатно. Понятно. Потому что мы вам обеспечиваем весь учебный процесс, единственное, что мы вас не регистрируем в открытом инститете, соответственно, не платим за вас. А свою исправку вы даете в том случае? Да, вы, да. Ну, какой вес? Это исправки. Это исправки, да? То есть доверие международного образца документа, да, и украинского. Вы понимаете, сейчас доверие даже к нашим высшим учебным заведениям, да, к документам, не говоря уже о том, что я являюсь провайдером. Да, я зарегистрировала, как говорится, компанию. Для чего? Для того, чтобы предоставить услуги по образованию Международного института Международного тренки открытого университета, да? То есть свои я могу выдать, но какой смысл у них? Какой смысл у них? Диплом третьего уровня можно получить, не получая первого и второго уровня? Нет, нельзя, но мы могли бы врачом... Нет, я буду отучиться, но, например, не получают эти дипломы там... Нет, нет. То есть вы должны зарегистрироваться, потому что методом накоплений, да, выдается диплом, выдается. Если вы закончили первый год, да, и второй год, и тогда вы получите диплом. А если вы заканчиваете все три года, то, соответственно, вы тогда получите вот это и еще третий документ, да, тогда вот. То есть третий документ не дается без... Вот это только можно убрать, да, и то. Здесь в этом решении есть плюсы и минусы. Плюс в том, что вы экономите время, экономите деньги, но минус в том, что у вас определенные сложности при изучении, потому что группа формируется из выпускников первого уровня, да, и тех, кто не учился еще. Елена Рюклана с этим сталкивается. То есть это определенные сложности, потому что вы не знакомы с технологией, у вас нет навыков по подготовке дедокладов и так далее. То есть это повышает риск неуспешного кончения, и такие у нас факты есть. Довольно? Я еще раз говорю, если повторюсь, извините. Третий уровень. Мы только в Англии заканчиваем, мы только в Москве, здесь мы не можем. Не можем, потому что группы нет. Два человека, и то есть это все финансирование падает на два человека, но это нереально. Поэтому я думаю, где группа формируется. Нет, конечно, целесообразности в этом нет. То есть я, вы понимаете, я должна увеличить вам вашу оплату, да, извините, в 4-5 раз, да, или, соответственно, просто не оказывать эти услуги. Вам это не выгодно, и мне не выгодно? То есть нет? Нецелесообразно. А в Москве, между Москвой, между Москвой? Ну, в Москве там группа собирается, всех стран СНГ собираются, понимаете? Да и Москва, и Москва. Да, и тяжело спрогнозировать цены. Цена в Москве, английская программа, в 2,5 раз дороже, чем здесь. То есть у нас первый уровень 4 тысячи, ну, с хвостиком, второй уровень 4 тысячи с хвостом, третий уровень от 4 до 6 тысяч. В зависимости от того, если у вас есть экономика, как основное образование адресий, ну, 2,5 раза, то есть 6 умножить на 2,5, то есть 14 тысяч, 14-15 тысяч. Но только третий уровень. Первый, второй, третий уровень. Цена в итогов, стуле первого, второго, второго. Где у нас или в Англии? Я же буду уверен, если учиться, то буду учиться. На русском языке, повторяю, от 10 до 16 тысяч. А до этого уровня, мне интересует поднять уровень английского издателя, защититься на английском. А сколько мне будет стоить итогов? Итого с получением английского документа. Да, английского. Ну, считайте, 15 тысяч плюс 8, 24-25 тысяч. Поверьте мне, что основная у нас людей, которые идут за уже образованием, ну, выше, скажем, среднего или, скажем, университета. Это люди уже, ну, зачастую перфекционисты. Или наоборот? Ну, у меня, значит, такая точка зрения. Если вы планируете жить и работать в Западной Европе, например, там, это условно, английский тепло, английский. Если вы планируете жить и работать здесь, в России, я не могу загадывать, но там... Ну, мы субъективно обсуждали этот вопрос. Понятно. Какие вопросы еще есть, уважаемые коллеги? Какой максимальный перерыв? Можно закончить первый ступень через 2-3 года. Да, то есть вы можете остановиться на первой ступени, на второй ступени, не получив 3, не дойдя до третьей ступени. Первую, возможно, насколько? 5-7 лет, это минимум. По-моему, 4. Ну, последние 4 года это требовали лично по новой программе первого уровня. То есть в течение 4 лет вы должны будете продолжить обучение. Либо продолжить, либо по-моему, 4 лет остановиться. То есть у вас теряются кредиты, которые дают вам возможность получить квалификацию менеджера высшего звена, среднего звена или высшего звена, и получить выходной документ, который подтверждает вашу квалификацию. Нужно ли образование менеджера для получения первой ступени? Первой ступени нет. Открытые входы, закрытые выходы. То есть вход для всех открыт. Не обязательно требования. То есть там даются, так называемые, базовые инструменты, которые вам будут понятны без менеджерского образования. Ну, кстати, это один из плюсов. Потому что, как правило, традиционное образование требует опыт, здания языка и первонария, не менее чем. Потому что, как у вас, что? Вопрос еще по времени. Не первая ступени время, а две времена, а вторая ступени. Год, второй год, и третий год, и два месяца. Или, может быть, меньше года. Если экономика у вас есть, это в основном образовании партнера. А есть, я отвечу, у меня беда. А если экономики нет, то нет, это 16 тысяч. Если экономика, я имела в любви жангрифку. На русском языке. На русском языке. 4, 4 и 6. То есть получается у нас 10-14 тысяч. То есть 14 тысяч в целом. За три года. Их можно подряд, да, получать? Паждый год подряд можно получать. Ну, год. Без перерыва. Без перерыва, да. То есть вы ставите экзамен, не получивающий результаты в экзаменах. Так как очень сложная система утверждений результатов экзамена. Вы получаете результат экзамена только через два с половиной месяца. После сдачи экзамена. Почему? Потому что сначала проверяются на русском языке экзаменаторами, проверяющими эту работу. Которые не верят, не проверят ничего. Соответственно, потом на выдержку еще мониторится. Правильная ли качество поставленной оценки, да. Достоверность поставленной оценки. Комиссия рассматривается. Комиссия соседает в Москве. Потом на выдержку выбираются отдельные работы. Но самая высокая, допустим, с низкой оценкой и так далее. Переводится на английский язык. Отправляется в Англию на мониторинг. Соответственно, в Англии собираются со всех 450 центров результаты. Опять же, мониторятся, проверяются, насколько достоверны там оценки. И только три раза в одну заседает комиссия в Англии, которая утверждает результаты. Поэтому длительная такая процедура. И в связи с этим, потому что вы заканчиваете, допустим, если вы начнете в ноябре, то, соответственно, в октябре у вас будет экзамен. Соответственно, в ноябре следующая программа начинается. То есть вы еще результата не знаете. Но у вас есть возможность пересдать, если вы не сдали успешно. Две. Два подхода на пересдачу. И, соответственно, вы получите документ второй программ, второго уровня программы диплом, если вы успешно сдадите первый. Если вы успешно не сдадите первый, даже если вы закончили оба курса, то вы не получите диплом. Много людей не сдают. Ну, вы понимаете, что такое не сдает? Это в зависимости от того, насколько способен человек, насколько он прилагает усилия для изучения. То есть среднего уровня способностей. Если он системно учится, то, соответственно, он сдает. Если не учится, то, соответственно, не сдает. В зависимости от групп. Одна группа была 15% не сдали. В другой группе было 2-3%. В последнее время у нас, в принципе, как? Хорошие результаты. Средние у нас самые высокие результаты в среде региональных центров. В среде 90 центров. Даже возникают вопросы, почему такие высокие баллы. Ну, почему? Потому что мы очень требовательно подходим непосредственно к качеству проведения этих бочных встреч, оценки непосредственно местных работ, которые оценивается от ютора и так далее. То есть мы системно ведем непосредственно студентов. Поэтому на выходе не получают довольно высокие оценки. Последний раз было только 96%, успешно сдавших. 4% года не сдавших. У нас студенты, азика, да. Ну да. Ну и те, кто у нас в последнее время идут, очень способные. Люди понимают, зачем они идут. И зачем они тратят время и деньги. Если вопросы к моей части, удовлетворили ли вас этой информацией? Достаточно ли еще, да? Доверие вызвало? Отожжение не вызвало? Нет. Спасибо большое. Тогда Оксана продолжит. Третья часть. Не устали? Может быть, пять минут пью? Продолжаем, да? Так, наверное, хотят за ним включить, да? Ключи. Забыть? 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 Забыть. Итак, коллеги, я хочу вас коротко познакомить с основным подходом, который мы используем в процессе нашего обучения. Как уже сказала Валентина Владимировна, основной акцент мы делаем на решение реальных рабочих проблем из практики наших студентов. И сейчас буквально за полчаса, чтобы вы получили общее понимание, в чем суть данного подхода, чем он отличается от обычного подхода, который мы применяем в повседневной жизни. Во-первых, что такое проблема? Как мы понимаем проблему? Скажите, как вы сами понимаете, что для вас проблема? Ну, это проблема, это не вас может совершить какую-то ситуацию. Какое-то затруднение, да? Какое-то затруднение. Ну, еще. А вот это затруднение, оплачение. Програда, но и в принципе... Какие проблемы? Недостаток компетенции может быть на данном статусе. Это не проблема? Непонимание действий, какие нужно сделать. Непонимание своих действий. Проблема. Для меня проблема. Это означает, что я не знаю, как ее решить. Для меня так и так. Если у меня есть сложность, то я знаю, как ее решить, это не проблема. Для меня это не проблема. И результаты решения, как ее решать. Это не проблема, это возможность, это вопрос. Это задача. Скорее, просто знайте, что сделать, и вы можете это сделать. И если нужно, чтобы вы не решили эти проблемы, то в принципе проблем не будет. Вот один задач. Хорошо. Какие еще изменения? Ну, я думаю, также изменение процесса этой проблемы. Когда меняется внезапно из-за смены поставщика или же такие вот эти ситуации, меняется налаженный процесс, это также приводит к проблемам персоналя, в логистике, в альссо. Вот, наверное, Катерина поспорит, потому что если она знает, как провести изменения, тогда для нее это не проблема. Но, кстати, сегодня мы как раз будем говорить о проблеме, связанной с управлением изменениями. Поэтому вы попали, можно сказать, в точку. Давайте таки зафиксировать, что изменение чего-либо тоже может быть проблемой. Ну, перед вами вот слайд, где проблема проиллюстрирована, как разница между тем, что мы имеем сейчас, и тем, что мы хотим иметь. И сюда входят эти случаи, как мы, когда мы знаем, и когда не знаем тоже. То есть это любой разрыв между текущим и желаемым состоянием. Очень важно не только понимать, что у нас сейчас что-то идет не так, но важно понимать, чего же мы хотим. Не понимая, к чему мы стремимся, мы вряд ли сможем решить проблему. Есть известное вам правило Паретта, согласно которому обычно мы ставим себе цель на уровне 80% от идеального состояния, чтобы, приложив какое-то небольшое количество усилий, получить удовлетворительный результат. А уже прикладывать потом еще 80% усилий для достижения идеального состояния, это каждый решает собой. Лена, судя по всему, прикладывала, добиваясь совершенства в своих работах. А некоторые студенты спрашивают, сколько времени написать работу. Но смотря как, потратив 20% времени, мы получаем 80% результата. Можно за 6 часов набрать 45 баллов и отдыхать. А можно за 26 часов набрать 60 баллов, но требуется значительно больше времени для получения хорошей оценки. Так вот, проблема ответа, разница между тем, что мы хотим, и тем, что мы имеем. В чем застает подход к решению проблем? Самое главное, когда мы в своей деятельности сталкиваемся с каким-то затруднением, то, что вы назвали проблемой, остановиться, не продолжать делать то же самое, тем же самым способом. Наша задача прервать процесс и задуматься, что же мы делаем не так, и что мы можем с этим сделать. То есть выйти в область рефлексии. И здесь у нас крест на новых этапах наших размышлений. Надо сначала понять, в чем суть нашей проблемы, потом проанализировать ее и принять решение. И попробовать поныну. Если опять не получается, снова останавливаемся, снова думаем, что-то меняем и снова пробуем. И так до тех пор, пока не достигнем хотя бы удовлетворительного состояния. Как уже было сказано, три главных вопроса, которые нас волнуют. Это что не так, почему не так, и что мы можем с этим делать. И действительно, как уже отмечала Валентина Владимировна, традиционный наш подход заключается в том, что мы пропускаем второй этап. Мы сразу решаем проблему, не разобравшись в ней. А это приводит к тому, что мы снимаем симптом, но не избавляемся от причины. Проблема возвращается, повторяется снова. И мы пытаемся вот методом группы ошибок все-таки нащупать тот путь, который нам нужно. А в нашем курсе акцент делается именно на центральную часть, на анализ проблемы, на выяснение ее причин, на понимание, над чем нам нужно работать, чтобы изменить результаты. Коротко по каждому из этапов. Для определения проблемы. Что нам важно понимать? Нам важно понимать, чью проблему мы решаем. Но вообще студенты решают собственные проблемы. Но, вернее, мы их к этому призываем. Почему-то у многих есть искушение решать чужие проблемы, проблемы своих руководителей, и им давать советы, что им делать. Но, в принципе, заниматься нужно решением собственных проблем. Мы должны четко определить владельца. Обычно владелец – это тот, в чьей зоне ответственности находится тот показатель, по которому не достигается результат. То есть вы, кто за что отвечаете, если у вас это не получается, это и есть ваша проблема. Кто ответственный, того и проблема. Затем действительное состояние. Мы должны отделить симптомы от причин. Мы должны знать, что это следствие, а что породило это следствие. Желательно выстроить у себя в голове причинно-следственную цепочку, чтобы понимать, что вызывает, какие последствия к чему ведет. И оценить тяжесть последствий проблемы. Если проблема рассесывается сама собой через какое-то время, то, возможно, не стоит сейчас пройти время на ее решение. Если же последствия угрожающие, то самое время заняться решением проблемы. И очень важно определить желаемое состояние. И это состояние мы определяем с учетом интересов ключевых заинтересованных сторон в больших отношениях к проблеме. То есть важно понимать не только, что хочет владелец проблемы, но и состыковать его желание с теми, от кого зависит решение данной проблемы. Когда мы разберемся во всем этом, мы переходим к формулировке проблемы. Очень важно правильно сформулировать проблемы. Ведь, как известно, залог хорошего ответа это правильно поставленный вопрос. Для того, чтобы определить проблему, правильно ее сформулировать, может быть очень полезна такая вот простая, на первый взгляд, модель преобразования, но на самом деле она очень хорошо помогает разложить все по полочкам. Каждая организация существует для того, чтобы создавать какую-то ценность. Соответственно, вот то, что она производит, это один такой большой процесс. Этот процесс раскладывается на маленькие процессы, каждым из которых управляет определенный менеджер. И от каждого менеджера ожидается определенный результат. И вот когда он не достигает этого результата, вот это и есть главный симптом его проблемы. Почему он может не достигать поставленных перед ним целей? Ну, например, начальник какого-то производственного цеха не выполнил план производства. Почему это может быть? Потому что для того, чтобы получить этот результат, каждый менеджер получает ресурсы в своем распоряжении, которыми он управляет. Какие у нас бывают ресурсы? Человеческие, финансовые, материальные. Человеческие, финансовые, материальные. Правильно вы говорите. И его задача менеджера так организовать процесс преобразования этих ресурсов, чтобы получить тот продукт, за который он и отвечает. Соответственно, причины проблемы могут быть либо на входах, либо в процессах преобразования. Либо у нас нет материалов, либо они некачественные, либо поступили с задержкой, либо оборудование наше сломано, и мы его не ремонтируем. Либо у нас персонал неквалифицированный, либо ему не хватает и так далее. То есть мы берем все ресурсы, которые нам нужны для выходного результата, и анализируем, все ли у нас хорошо, или здесь могут срываться... Главное, причины мы управляем этими ресурсами. Мы же именно управляем этими ресурсами. Управляем по-другому. Насколько мы эффективно управляем? Насколько мы эти инструменты знаем? Управление для чего? Для того, чтобы не было проблем? Планирование и контроль этих ресурсов. Потом мы анализируем процессы преобразования. То есть это те технологии, с помощью которых ресурсы превращаются выходные результаты. Какие процессы и как должны в какой последовательности проходить? Может быть, где-то мы нарушили технологию, где-то у нас случился росток. Предлагаю потом конкретно примере. Но суть в том, что причины проблемы мы ищем на входах и в процессах преобразования, а самый главный симптом наше беспокойство это недостигнутый целевый результат. Соответственно, формулировка проблемы включает в себя такие основные моменты, как главный симптом проблемы, недостигнутый результат, границы проблемы. Мы должны четко понимать, о каком процессе, чем мы управляем, собственно говоря. Владелец проблемы, чья это проблема, гипотеза о причинах во входах либо в процессах преобразования и последствия данного симптома для ключевых заинтересованных сторон. После того, как мы определили проблему, мы начинаем анализировать ее. Мы начинаем более глубоко погружаться в те причины, которые мы на этапе формулировки предположили для себя. И здесь нам в помощь инструменты управления, концепции курса, как их называют. То есть мы выбираем наиболее подходящие инструменты. Например, в моем курсе в первом уровне их порядка 150 концепций. Мы их изучаем, и человек понимает, какой инструмент будет наиболее уместным в этом случае, и использует его для анализа причины проблемы, которую он предполагает. Приблизительная схема анализа выглядит так. Мы берем концепцию, по каждому элементу сравниваем, как должно оно быть и как оно у нас происходит. И видим, где у нас эти два параметра отличаются. Мы выявляем разрывы, мы ранжируем эти разрывы, выявляем из них самые главные. И понимаем, на что нам в белую очередь нужно повлиять, чтобы выбрать проблему. После того, как мы выявили те главные причины, на которые нам нужно влиять, уточнили проблему, нам нужно принять решение. Здесь мы вступаем в этап творческого мышления. Нам важно не ограничиваться одним каким-то вариантом, который наиболее традиционный, первый приходит в голову. Желательно включить свое правое полушарие и попытаться придумать каких-то несколько вариантов, может быть, новых, может быть, чем-то оригинальных, не таких, как мы привыкли действовать обычно. И наша задача сгенерировать несколько альтернатив. Как мы можем решить проблему? Может быть так, может быть так. Есть специальные техники творческого мышления, которые мы тоже изучаем, которые нам помогают в этом. После того, как мы собрали полный набор вариантов решения, мы с помощью аналитического сужающего приходим к выбору, какое решение будет наиболее оптимальным. Самым простым методом выбора наилучшего из нескольких решений является критериальная матрица, когда по определенным критериям мы оцениваем все варианты и выбираем тот вариант, который набрал наибольшее количество баллов. Таким образом, еще раз резюмируя вышесказанное, подход к решению проблем заключается в последовательном прохождении ряда шагов при решении проблемы. И очень важно не перескакивать через существенные шаги, чтобы не упустить ничего важного. Итак, определение проблемы, затем анализ главных причин проблемы для того, чтобы понять первопричины этих причин, выводы о главных причинах проблемы. Варианты решений по устранению этих причин, выбор наилучшего варианта и план действий по решению проблемы. Чтобы лучше запомнить этот алгоритм, мне хочется привести вам простой пример из практики врача. Очень хорошо иллюстрирует этот подход. Если вы чем-то заболели, вы приходите к врачу и жалуетесь на некие симптомы. У вас проблема, например, болит голова. Определение проблемы. Врач предположительно догадывается, какой-то может быть диагноз у вас. Но он, прежде чем выписать рецепт, он вас направляет на исследование. Какую-то использует диагностику, анализы. После того, как вы их все сдали, когда он вам ставит окончательный диагноз, назначает лечение, и вот вам действие, это когда какую-то обретку сколько раз в день пить. Но если врач не пошлет вас на анализы и сразу же сходу поставит диагноз, да, может быть, он опытный, и он угадает только по симптоматике. Но очень вероятно, что он будет лечить не то, что на самом деле вас беспокоит. Он снимет головную боль, но она снова и снова вернется. Поэтому вспоминают этот процесс обследования у врача. Точно так же мы решаем наши управленческие проблемы. С той лишь разницей, что у нас инструментами диагностики являются концепции курса. Это вот те самые инструменты, с помощью которых мы находим причины проблемы. Вот они у нас тут концепции. Каждая концепция используемая для анализа, завершается каким-то выводом. Мы даем рекомендации, направленные на устранение выявленных причин, оцениваем их и принимаем к исполнению. Есть ли у вас вопросы по теоретической части или перейдем их к практической? Сейчас мы вам раздадим учебную ситуацию, которая составлена одной из моих студентов. То есть это реальная рабочая проблема, которая ее волновала. Она принесла ее на рассмотрение на теоретику. Мы ее, соответственно, решили, и студентка разобралась с вопросом. Сейчас, пожалуйста, в течение двух минут... Прочитайте, ознакомьтесь с ситуацией, мы попробуем с вами вместе ее решить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Возвращаемся к нашей Наталье. Не возражаете? Пойдем дальше? Пойдем дальше? Давайте будем сходить. А можно задать? А почему вы обвиняете Наталью, а не отдел то, что автономически сказали? Мы вообще не обвиняем. Мы просто мою листью. Почему это ее проблема вы сказали? Потому что она пришла и пришла за своими коллегами. Ее задача понять, что она может сделать. Мы же не можем решить. А почему она это делает? Уважаемые коллеги, мы к чему вас? Потому что видите, сколько людей, столько мнений. Все зависит от того линии. Уважаемые коллеги, можно продолжить? Можно продолжить? Можно продолжить? Хорошо. Идем. То есть мы сказали, что мы здесь рассматриваем причину. Почему Оксана эту причину рассматривает? В связи с недостатком навыков у Натальи внедрения изменений. Она не имеет опыта внедрения изменений. Она первый раз оказалась в такой ситуации. И не знает, что с этим делать. И наша задача посоветовать ей, что она может на своем месте, будучи собой, сделать, чтобы облегчить себе жизнь. Посоветуйте, пожалуйста. Продолжите. Ваш вариант. Хорошо. Ну и как мы говорили в нашем курсе множество инструментов управления. Вот одна из концепций сегодня только одна. Это Ромб Левитта. В чем она заключается? Гаррель Левитт делал акцент на системную природу организации. Он говорит, что затрагивая изменениями какой-то один аспект деятельности, мы одновременно затрагиваем и связаны с ним другие аспекты. То есть невозможно поставить новую задачу, не проведя соответствующих изменений в людях, в структурах и в системах. Иначе тогда наш Ромб перекосится, перестанет быть Ромбом и изменения не произойдут. То есть меняешь что-то одно, надо изменить все, что с этим связано. Это модель применяется, во-первых, при подготовке изменений для того, чтобы спланировать весь необходимый объем работ. При проведении изменений, чтобы отслеживать, что мы одновременно движемся во всех нужных направлениях. И при закреплении изменений, чтобы убедиться, что все системы работают так, как положено. То есть новая задача стоит, мы должны побеспокоиться о том, есть ли у нас люди, которые будут ее делать, обладают ли они необходимыми навыками, знаниями, достаточно ли они мотивированы к решению этой задачи. Мы должны посмотреть на структуру, что такое структура. Все понимают, да? По вашему мнению, все-таки вы получаете больше. Ваша, можно услышать. Ну, сейчас, слушай. Дайдем, дайдем. Дайдем, дайдем. Структура – это разделение ответственности, полномочий, то есть это способ реализирования работы. А система – это то, что связывает всю эту структуру в единый организм. Какие мы взяли? Системы. Системы коммуникации, информационной системы, системы контроля, системы мотивации и так далее. Используем эту модель для разбора данной ситуации. Итак, поставлена задача перед менеджером по страхованию. Начальник ее вызвал и сказал, теперь ты, менеджер по страхованию, должна отвечать за весь этот объем. Она же, в свою очередь, перед работниками отдела, судя по всему, четко не поставила задачи, что теперь они должны делать и должны ли вообще что-то делать. Наверное, работники подумали же, слава Богу, теперь это не наше и вообще и думать забыли. Она добыла, соответственно, этому ромбу четко определить задачи для всех задействованных лиц, чтобы каждый понимал, что он должен делать в этой ситуации. То есть видим разрыв. Вторая область – люди. Значит, сама Наталья у нас маловато квалификаций. Я прошу, прошу, Ирина, уже секундный вопрос. Но все равно мы сейчас идем о том, что Наталья должна была делегировать, правильно поставить задачу. Она управляет этим процессом, а она ответственна за этот процесс. Ну, я просто возвращаюсь к тому, что написано здесь. Но ей же не было поставлено. Если бы было четко сказано, что ей было поставлено так, а она уже поступила вот так. То есть первая часть не буду вытереть. Согласна, Александр. Согласна с вами, потому что каждая бизнес-ситуация на определенных предположениях. Как вы знаете, всегда не хватает какой-то информации, да? Какая-то неполнота, недостоверность и так далее, некачественная информация. Соответственно, тогда вы принимаете решение на предположениях, что мое решение основится на том, что я думаю, что Наталья знала об этом, да? При этих условиях такое решение, а если не знала, то при этом такое-то решение будет, понимаете? То есть условия, входные условия для бизнес-ситуации. Если бы было прописано, что ей была поставлена задача руководителям, да, ну, там, правильная или четкая, тогда бы мы с вами понимали, что мы разбираем Наташу, потому что она дальше не передала правильное... Александр, предполагаем, и наш вариант анализа рассматривается на том, что предполагаем, что она знала, но не поставила остальным участникам. Не разложила, так называемых, подзадачи. Дальше еще много предположений сделаем, потому что тоже четкая. Всего не написано на одной странице. Итак, что касается аспекта людей, мы можем отметить, что у Натальи нету достаточной квалификации в части страхования, а также навыков в области управления изменениями. А также можем отметить, что сотрудники отделов особенно не мотивированы помогать Наталье в исполнении ее обязанностей. А нужно нам, во-первых, как должно быть? Она должна разбираться в предмете, которым она управляет, и работники отдела все-таки должны быть как-то заинтересованы в том, чтобы с ней сотрудничать. А если бы чай делали, нам все-таки сказали, как застраховать надо. Ну, может быть. То есть тут тоже есть разрыв. Потом в области структур вводится новая должность. Наверное, нужно было прописать соответствующие изменения в должностных инструкциях всех участников. То есть что теперь делают начальники отделов, что делает она. То есть четко разграничить, кто за что отвечает. Судя по ситуации, делаем предположение, что это не было сделано. И, по идее, наверное, она могла бы это подготовить, выступить с предложением утвердить эти новые должностные инструкции, чтобы закрепить полученные изменения на уровне структуры. Системы. У нас изменилась система страхования. Но у нас не изменились связанные с ней системы контроля и информации. То есть непонятно, кто кому, когда, какую информацию должен передавать и в каком виде. Это не было закреплено. Как должна она осуществлять контроль сотрудников из этих отделов, тоже никак нигде не было определено. Соответственно, во всех четырех областях мы видим недоработки с ее стороны. Поэтому, чтобы ей составить план действий по исправлению ситуации, ей нужно последовательно разработать мероприятия по каждому из данных направлений. Ну, я здесь, правда, для краткости убрала аспект «Люди». Тут бы нужно было и порекомендовать повысить свою квалификацию в части страхования, изучить соответствующее законодательство, нормативные документы. Но, как мне показалось, мы делаем уже акцент на ее навыках управления изменениями. Поэтому, на мой взгляд, более важными причинами это закрепить на уровне структуры и спроектировать систему контроля и системы обмена информацией. И вот после того, как она подготовит, согласует и подаст на утверждение руководству новые должностные инструкции, новый порядок взаимодействия делов, все поймут, кто за что отвечает, то, соответственно, ситуация должна исправиться. И я даже думаю, что если эти сотрудники отделов будут понимать, за что они отвечают, то они будут и мотивированы это исполнять. Они сейчас не мотивированы именно из-за своей безответственности и неопределенности, что четко им... А это лично вами примерно, да? Что-что? Лично вами, но только просто основные сформулированные слова. Это реальная задача студентки, а ответ – это я. Какая ситуация новой студентов? Нет, нет, какой ответ? Ответ в данный момент подготовила я, но мы его обсуждали на занятии, где-то вокруг этого мы работали. Вот так, уважаемые коллеги, понятно ли вот этот вот так называемый подход к решению проблем? В чем особенность? И зачем вам нужны инструменты управления? То есть инструмент управления вам говорит, как надо, да? Как надо было бы поступать в этой ситуации. Соответственно, тот опыт, который накоплен уже ведущими мировыми компаниями, да, и превращен в инструменты. Соответственно, вот это в результате вы получаете обоснованное решение, аргументированное, да? Основанное на опыте успешном решения таких же задач, да? Не просто, как мы с вами, давайте сделаем это, а давайте сделаем это, а давайте это сделаем. То есть комплексное решение проблем. Да, основанное на чем? На успехе предыдущего опыта решения таких же задач. То есть это не просто я думаю, а это то, что, извините, предлагают так называемые эксперты в управлении. Вот так надо было бы это делать. А теперь сравниваем, как мы делаем. А, соответственно, что такое решение? Это разрыв между тем, как надо, и как мы делаем. Вот что нужно? Разрыв – это улучшение. Это предложение, которое позволит вам выполнить задачу и получать так называемые негативные результаты вашей оценки деятельности. Вы же как менеджер ответственны за результаты. Соответственно, мы хотели бы, чтобы вас оценили и оценили положительно, а не штрафами. Соответственно, это приводит к тому, что вы получаете положительную оценку. Вы решаете задачи, соответственно, вы выполняете, досягаете целей, которые перед вами поставлены, и получаете положительную оценку. Смогли ли мы вам донести за такое короткое время необходимость этого подхода? Нет? Нет, да? Мы с ним очень долго обсуждали, поэтому мы пришли к слову. Она должна была. Что-нибудь все пытались сделать. Она должна была. Но в чем отличие? Вы же посмотрите, Андрей. Я прописал. Вы сказали, давайте сделаем. Пусть она сделает вот это. А почему? Вы же не сказали, почему она должна так сделать. В этом отличие. В том, что вы обосновали, таким образом можете обосновать и сказать, я основываюсь на том, что делают эксперты так. Вот так надо было делать. А она делает вот так. В этой дискуссии сейчас просто будет приспалять. Здесь шоу, собственно. Поэтому мы говорим, что три вопроса. Что не так, почему и что делать. Мы не могли с вами определить, что не так, да? И когда мы определили непосредственно... Потому что была куча дел, самому поставленному, я же говорю. На предположениях, Александр. Ну как? Вы же сейчас говорите об основании, да? То есть итог. Но как можно... Я могу сидящий человек в зале... Представите, сколько у меня предположений? Ну, не имея полной информации. Так вот, как врач... Вам есть влительность, да? Вот когда к врачу приходит больной, как его врач может вылечить? Сужением ситуации? Ну, при сужением области. Голова, живот, попа, ну, как есть, да? Когда он сдает в какой-то области, он там специалисту направляет к тому-то. Исключение определенной информации. И начинает потом в этой области... Это можно сказать только первый шаг, понимаете? Инструментов много. И, кстати, в этой ситуации несколько инструментов, которые только для управления изменением применяются. В связи с ограничением времени мы дали вам пример применения одного из инструментов. Только лишь. Точно как и у врача. Он же делает анализ крови, он анализ мочи делает, он еще чего-то и так далее. Сколько он делает анализа для того, чтобы определить? Изначально не было. Мы показали вам пример применения этого подхода. Вот, куска очень важного не было. Очень... То есть, когда пациент пришел к терапевту, терапевт посмотрел, говорит, область там, голова, живот или ноги. Отправил к тому, кто занимает его жену. То есть, здесь этого не было. Здесь сама вопрос... Согласна с вами. Что? В связи с... Еще раз объясняю. В связи с ограничением времени, с ограничением инструментов. Поэтому сужено, все рассматривалось. В действительности, понимаете, если мы рассматриваем в отделу там, сколько процессов в отделе, да? Даже в отделе продаж. То есть, найти клиента, подойти, продать ему решение, там, заключить договор и так далее. Сколько процессов идет? И с каждым процессом должны управлять. Так это только продажи. А производство и чего стоит? Чтобы жить выводу, что у Наташи был разрыв, мы должны были понимать, что до нее, ну, когда ей подачу информации делали, разрыва не было. Мы не владели этой информацией, чтобы выявить, что... Или сказать, что у Натальи был разрыв. Александр, согласна с вами. Что вы хотите доказать? Нет. Я пытаюсь просто... Уважаемые коллеги. Если вопросы по этой части... Борь убирают, а сама проблема-то остается. Александр Павлович, я же тоже на это акцентировал. Возможно. Это был пример. Пример подхода к решению проблемы с использованием одного из 150 инструментов. Вы понимаете? Для того, чтобы вот четко правильное решение найти и обоснованное решение. Соответственно, проанализировать несколько, как говорится, вероятных причин. И, соответственно, по каждой причине применить отдельные инструменты. То есть вы приобретаете навыки подхода к решению проблемы. Которые вы потом распространяете на остальные области ответственности, на остальные процессы, на остальные функции. Мы показали вам только пример. Согласны со мной? Да, согласны. Устраивает ли вас эта часть нашей встречи? Смотрели ли мы вам показать? Но это очень мало времени и очень мало информации, которую нам можно использовать. Как инструментов понять. То есть...